На связи со студией политический обозреватель Ильгар Велизаде. Ильгар Малям, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ильгар Малям, почему мировое сообщество не реагирует на провокации с армянской стороны? Особенно на минный террор, который Армения осуществляет спустя два года после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Это, наверное, вопрос к мировому сообществу. Потому что на самом деле происходят выбивающие факты, когда через несколько лет после освобождения наших территорий от оккупации продолжают гибнуть люди, мирные жители, военные на уже освобожденных территориях. И, к большому сожалению, никакой такой должной реакции со стороны соответствующих институций, международных институций мы не видим. Что мы наблюдаем? Мы видим, как армянские политические деятели гастролируют по этому миру со своими претензиями в адрес Азербайджана, вымышленными претензиями. Говорят о том, что якобы Азербайджан блокирует Лачинскую дорогу, устраивает так называемый геноцид и так далее. Нет ни одного факта, который подтвердил бы вот эти измышления. А сколько фактов того, как люди, мирные жители, военные азербайджанские взрываются на своих территориях по причине того, что эти территории загрязнены армянскими минами. Когда мы устанавливали русский контроль над Лачинской дорогой, в том числе это делалось для того, чтобы предотвратить вот этот самый мирный террор. Почему? Потому что среди перевозимых грузов есть и мины, которые были изготовлены в последнее время и которые, к сожалению, и сейчас размещаются на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев. Вот на эти моменты, конечно, необходимо обращать внимание. Мы обращаем внимание на эти моменты. Мы говорим о причинно-следственной связи со задавшимся в положении. Но, к сожалению, должной реакции нет. А мы наблюдаем как раз-таки противоположную реакцию, когда фактически вот часто эта самая противоположная реакция наблюдается, когда эти измышления армянской стороны находят отклик со стороны различных представителей, скажем, определенных кругов, и политических кругов, и журналистских кругов, общественных кругов, которые также выражают свою обеспокоенность ситуации. Надо обеспокоенность выражать тем, что практика, которая существовала на протяжении периода оккупации азербайджанских территорий, продолжается. Вот это на самом деле беспокоит, должно беспокоить международное сообщество. Эльгар Малин, вот еще такой вопрос. Азербайджан один борется с этой минной проблемой, хотя есть страны, которые уже проходили вот такой опыт борьбы с минами. Почему же Азербайджан остается один в борьбе с этими минами? Никто не пытается помочь. – Совершенно верно. Есть очень масса примеров того, как различные международные организации занимаются обезбреживанием мин, они занимались и занимаются в различных точках земного шара, оказывая тем самым определенную поддержку странам, которые борются с минным загрязнением. В нашем случае мы этого не наблюдаем, к большому сожалению. Конечно, в рамках двусторонних отношений различные государства, представители различных государств выражали и выражают свою готовность участвовать в этом процессе. Представляется соответствующая техника, соответствующие мероприятия осуществляются. Мы видим, как, скажем, тот же Израиль, Великобритания, ряд государств Восточной Европы демонстрируют свое желание оказать нам содействие вот в этом вопросе. Но со стороны соответствующих специализированных организаций, в том числе в рамках организации объединенных наций, мы этого не видим, к большому сожалению. А простое вербальное беспокойство фактом минного загрязнения, такое достаточно условное, это тоже как бы не решает ситуацию. Кроме того, мы, конечно, не видим осуждений действия армянской стороны, мы не видим, скажем, такого жесткого подхода к официальному Еревану, тем кругам, кто стоит за этой практикой размещения мин. Мы этого всего не видим, и, к сожалению, это способствует продолжению вот этой самой пагубной практики, которая уносит с каждым, скажем, месяцем, годом все больше и больше жизни. Спасибо большое за ваши ответы. Ильгар, с нами на связи был политический обозреватель Ильгар Велизааде. Ильгар Велизааде.